привет всем будем сегодня печь дрожжевые булочки вот я уже приготовила тесто оно у меня обзвешено и порционно разделено на комочки весом примерно 70 грамм но я не очень стремлюсь и потому чтобы это было именно 70 грамм может быть 69 71 мы же дома мы не в аптеке вот рецепт теста я напишу внизу я не показывала как я замешивала тесто потому что я поленилась вручную это делать у меня есть хлебопечка и замес я доверила ей пускай трудится ничего и там стоять просто так под полотенчиком и так у нас здесь теплого молока 200 миллилитров сахара 2 столовые ложки соли пол чайной ложки ванилин полтора грамма сливочное масло 50 грамм мягкого 350 грамм муки и в рецепте дрожжей 15 грамм я 15 грамм не стала класть потому что на мой взгляд слишком много не так уж тут много сдобы достаточно 11 может быть даже 11 грамм сухих дрожжей это много и так уже пахнет вот само тесто даже аромат хороший у него ну вот эти булочки мы сформуем клубочки прямо форму чем мне понравился рецепт тем что не надо никаких дополнительных растоек мы будем складывать сразу же в форму которую я просто смажу маслом круглую разъемную диаметром 21 примерно с половиной сантиметров 22 можно взять сантиметра и растойка будет длиться 25-30 минут затем смазываем смесью сахара яйца и масла сливочного и выпекается все при температуре гена у нас температура то 180 градусов средний уровень я так думаю потому что там не показали 25 минут канал я даже не буду давать не ссылку не название потому что честно говоря там немало неплохих рецептов не стопроцентно таких хороших но что-то выбрать можно там уж очень хозяева такие кто-то чего-то там им сказал не так они что сделали вы закрепили комментарии повесили вокруг то есть ты тоже сделал доску позора но и теперь каждый кто там ходит и кому хочется вот он стоит и плюется и пишет там получает этого человека что-то ну такой досекой ведь тебе не понравилось это у них там такой менталитет а то ли дагестан это то ли не знаю там восточная музыка и вот посудово черная вот это вот все это русский язык с этими с ошибками мне такое поведение очень сильно не понравилось да люди все разные бывает я пока говорю я буду тогда можно потихонечку раскатывать а приготовим форму так вот такая вот форма и так у меня моя рука вот такая вот у меня для масла сосуд руки у меня изударные все у меня в доме кошка все это знают кто меня знает вот вот мы вот так побрызгали как спреем очень очень удобная штучка кстати и так вот мы положили все это и я сейчас буду разговаривать рассказывайте сама скатывать шарики тесла у меня получилось 700 грамм я их разделила по 70 грамм каждый на 10 штук просто так удобнее всего ну вот но я думаю но проучили вы человек ну что ж она тут висит ну ладно хорошо я подумал что может быть это как вам сказать да наверно форму надо было бы меньше брать ну ладно возьмем эту но может быть так вот человек психанул достали наказал какого-то нерадивого человека который посмотрел на его выпечку вот нет я нашла тоже какой-то так скорее всего наверное мы будем вот так вот делать потому что вот сравните видите что у меня тут и что мне здесь получается а это кажется у них практика такая там не что-то не так сказал не понравилось закрепили вот пожалуйста вам плевательница это очень некрасиво и я не скрою что я за такие вещи могу и дизлэк поставить вот тем более что я не скажу что у них там все все идеально в каждом рецепте и самое главное вот эти вот как сейчас все очень сильно любят и моя жена это есть ведрами не поправляется но ведь это же уже кошмар и ужас посмотрите булочки наши будут такие красивенькие ровненькие но дело в том что они в процессе подъема они будут нас расстаиваться где-то с полчасика они уже должны выровняться но мы хотим чтобы у нас если не совсем идеально все получилось то хотя бы было приблизительно к результату вот и поэтому я не собираюсь рекламировать этих хозяев канала честь им слишком много а булки мы попробуем вообще эту булочку надо раскатать лепешечку и положить начинку начинка тушеные с яблоки в сливочном масле с сахаром скорее всего какие-то еще фрукты я думаю можно творог сделать когда-то я делала с творогом эти булочки по моему я покажу себя в блоге я поищу и ради интереса сравню рецептуру вот и конечно такие хозяева они чаще всего ссылок на авторство на автора не оставляют ну а коли не оставила где-то взяла значит и я не буду этого делать вот так у нас сегодня первый день немножечко жара спала я мог на каких-то 5-6 градусов нам стало немножко полегче мы уже очень сердитые мы уже не хотим верить нашему прогнозу который каждый день грозу обещает и которой нет вот и но завтра обещали грозу но посмотрим на следующей неделе уже всю неделю до 22 я теряю и терпение и настроение теряю потому что тяжело мне тяжело я гипертоник уже и поэтому так сколько у нас тут получилось у нас получилось 7 раз два три и пять семь восемь нас получилось уже восемь шариков сейчас мы в серединочку положим так это что у меня от этой хлебопечки кусочки немножко так разложим еще чуть-чуть нет их надо все таки немножечко покучнее сложить вот и мужичка становится легче сегодня у нас день города марта 41 год прошлом году было 40 лет из промышленного города ему здесь у нас был химзавод он превратился в спальный буквально район очень красивый конечно денег очень много на это тратят на уход на красоту на озеленение и так нам остается его прикрыть и мы это сверху накроем полотенцем так что сегодня у нас будет долго долго шумно будут песни петь будут орать кончится все пьянкой что мне вот очень сильно не нравится вот а что делать так я отошла чтобы пленку отрезать кусок я не как могу научиться ее отрывать мы не будем очень уж тут стараться с этой пленкой главное просто прикроем ее закроем полотенцем вот и уберем куда-то на подъем сквозняков у нас нет сейчас но лучше всего брать и так сейчас мы будем делать так называемую помазку возьмем одно яйцо уже помыл яйцо довольно крупное она у нас называется илька и весит примерно 60 граммов ленки у нас поменьше идут немножко мы лечку разобьем вот таким образом и затем нам надо добавить и опять добавлю немножко ванильной пудры я еще в тесто немного положила кардамона потому что мы очень любим так что у нас там сахар 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 1 столовая ложка нет две столовые ложки ну примерно у нас вот так вот будет потому что эта ложка у меня как десертная получается немного разбиваем последняя у нас пойдет сливочное масло и 1 столовую ложку сливочное масло у нас сейчас раскисывает вот такого расстояния вот это очень вкусное хорошее масло 82 процента жирности здесь несколько у нас сортов ни один масло масло у нас отменное очень вкусное оно еще в советское время очень сильно отличалась от российского я приехала в ленинграду сюда в конце 82 года в декабре но уже раньше успел попробовать и очень-очень сильно отличается вкус масла эстонского лучшую сторону это российского ну правда честно говоря последний раз я и волокотской пыталась распробовать в 2011 году когда дочь возила бакулево вот и ничего особенного я не увидела какой-то изюминки и совершенно нейтральный вкус якобы восстановили это вологодская но очень трудно то чего-то никогда не пробовал вот хочу ну как если на словах объяснять масло масло на словах сливочное российское оно было всегда твердое расфасованное кусками завернутая пищевую бумагу коричневого такого цвета помните может быть и чтобы она раскисала эстонское масло но намного нежнее раньше я написала целую тему из двух частей про сливочное масло начиная с так все может тут разболтали пускай у нас все это стоит и написала эту тему совершенно случайно наткнувшись на тему щеткиных про сливочное масло я так много несоответствия увидела как они у себя кулинарными историками величают но хорошо простительно если люди глупые и не понимают они сами себя выставляют на помешище на посмешище они не умеют пользоваться информацией вообще никак сорт сливочного масла и сорт масло чухонского надо ведь не может же быть такого у нас есть сливочное масло и было сливочное масло были разные сорта было чухонская была импортная французская и было русское масло русским маслом преимущественно называли масло топленое его таким образом хорошо она сохранялась при любой температуре единственное чего она боится на солнечных прямых ключей лучей его надо просто прятать это все хорошо сейчас знают что такое масло кхи и никто не знает что такое топленое масло мало кто знает что такое топленое масло исконно русское которое уже где-то в 1500 простите в 1520 годах в словаре русского языка он совершенно открыто лежит в сети уже это масло сливочное упоминается называли его коровье и русское масло приготавливалась из сливок я такое масло пробовала дома это очень вкусные сливки и эстонское масло и финское их масло называли чухонскими чухонские масла приготавливались в основном или из сметаны или из простоквашь то есть подоили корову процедили молоко принесли масло бойню и разлили бочонки и оставили заквашиваться затем переливали в большую бочку с ручкой на козлах и вот хозяйка начинала вращать эту бочку таким образом взбиваем масло как видите это очень такой самый простой способ второй способ приготовление масла был тоже бочонок и подвешивали его на столбы как виде качели это выглядело только мы как качаемся вперед назад здесь бочку качали от перекладины к перекладине то есть не вперед назад а слева направо и тоже две женщины таким образом взбивали масло чухонская считалась высшим сортом и вот даже в этой романе обломов агафья хозяйка обломова когда он остался совсем без денег горевал ну как же так вместо спаржа она будет любимому хозяину подавать репу вместо этого чухонского масла придется покупать масло из лавочки а почему его из лавочки считалось хуже потому что уже тогда умели это масло поддерживать подделывать то есть уже существовала фальсификация масел добавляли жир добавляли краску преимущественно это были ноготки сок из ноготков или морковный сок подкрашивали это умели делать и эстонцы и в своих темах я вставлю сделаю ссылки в своих темах я вот это все подробно с фотографиями рассказала и я показала как сильно и где в каких местах заблуждаются сеткины вот и тема у меня не дописана осталась третья тема мне нужно было поставить сканы их привести в божеский вид чтобы вы могли их читать и тем самым закончить эту тему но я тут связалась со сменой системы и в общем до сих пор как водится эту неделю я всякие неполадки устраняю мне приходится возиться с этим мы конечно я нервничаю дела брошены не то не закончено другой не закончена и ссылку и тема конечно не дописана но я ее допишу потому что если ты хочешь что-нибудь доказать принеси доказательства и я свои доказательства принесу они у меня есть но сейчас я прервусь ненадолго поставлю на паузу запись и потом мы будем смазывать уже вот этой массой по поливкой наши булочки вот и потом уже будем их выпекать и посмотрим что получится если не получится все равно покажу я иногда бывает да беру чужие непроверенные рецепты хотя предпочитаю брать от своих знакомых но в первую очередь все же вот профессионалов и мои любимые пекари это марта стюарт и лавора кок лавора корпус колдер тоже люблю но фаворитка у меня анна олсен и так у нас прошло полчаса булочки хорошо поднялись но еще бы они не поднять столько дрожжей туда вбухнуть немножечко распал здесь даже и вот теперь мы будем их сверху промазывать видите такая жидкая совсем консистенция получилось так что можно буквально вылить ее сверху вот но в будущем посмотрим как испекутся что там внутри будет в будущем я думаю можно дрожжей класть намного меньше где-то и шестью бы граммами обошлись вот и вот я вижу и поливки слишком много получается вот но у меня масло немножко больше было так что ну вот пожалуйста вот куда вот это теперь остатки делать но там масло было немножко лицо было чуть чуть больше ну посмотрите на утром на половина осталось вот это во первых во вторых слишком много дрожжей сейчас у меня разогревается духовка и я июня с таким количеством дрожжей не обязательно ставить на сто восемь на сто восемьдесят градусов я немножечко увеличила температуру до 200 у меня средняя полочка будет духовке потому что есть вверх и есть вниз и включена вверх-вниз также чтобы со всех сторон она у меня пеклось пропекалась вот они эти мелкие минусы от всяких домохозяек которые считают себя уже настолько крутыми что можно чью-то критику вывешивать на всеобщий позорный столб чтобы в нее в нее плевались вот очень много минусов вот в том что я вообще не понимаю зачем надо там пакетик там вообще дрожжи 15 грамм и сухие дрожжи это это слишком много это надо всего лишь половину достаточно но и так прекрасно все поднимет здесь всего две столовые ложки сахара и всего 50 граммов масла в тесте нету даже яиц оно не настолько удобно и чтобы так много надо было дрожжей но да здесь оно безопарное тесто и чем оно мне привлекло что замесил мне все хлебопечка я сама не приложила никаких усилий мне только была формовка как вы видели и все и вот оставила я это на полчаса в принципе оно очень неплохо себя повело но опять же говорю за счет огромного количества дрожжей которым здесь слишком много лишних и ну не место зачем это надо лучше пускай но немножечко подольше постоит быстрее не так быстро поднимется ничего все быстро 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 ничего хорошего из этого нету на все нужно иметь терпение так я ставлю в духовку духовка у меня уже более менее разогрелась и будем наблюдать как она будет выпекаться выпечка 25 5 минут заявлено марта стюарт постоянно говорит о том что во время выпечки нужно где-то в середине развернуть противне или формы с выпечкой на 300 на 180 градусов и даже вот самые крутые навороченные духовки они бывают пекут неравномерно мое не исключение хотя моей уже двадцать седьмой год электролюкс но она у меня так хорошо работает и я вот все тяну тяну пока не хочу я ее менять отлично у меня все с духовки получается ну вот она тоже около дверцы почему-то она немного слабее печет ближе к стенке там посильнее поэтому где-то минут через десять я загляну в духовку и возможно чтобы они были все равномерные румяненькие пропеченные я их поверну свою форму поставим будильник потому что я на часы почти никогда не гляжу чем-то начинаю заниматься увлекаясь и конечно забываю про то что у меня делается на кухне сегодня например у меня была каша из вермишели ребенку на обед пришлось за новости делать пришел сосед помочь немножечко с компьютером мою хоть систему поменял он у меня забастовал во все в ворч неделю я им не пользовалась взялся обновляться и пришлось мне его звать чтобы он пришел и все мне сделать хотя бы чтобы я могла что-то какие-то заготовки начать писать ну вот наши булочки испеклись немножечко остыли я посыпала сахарной пудрой и сразу прошу прощения я немножко оговорилась я температуру выпечки неправильно сказала по рецепту заявлено 180 градусов я хотела поставить немножечко меньше на 170 но у меня чуть-чуть еще с делениями там проблемы когда я говорила об этом у меня пятьдесят сто сто пятьдесят вот так и я принорабливаюсь к температуре поставить такую какую я хочу я как раз об этом думала я видимо что немножко сказала не то что я думаю дело в том что я заранее свои тексты не пишу у меня все идет экспромтом и да иногда брякнешь совсем не то и так наши при температуре 160 градусов примерно 165 мои булочки пекли градусник я поставила на 25 минут через 15 минут я пошла проверить что у меня все-таки там происходит может быть надо эту форму повернуть нашла я ехать спасла последний момент они у меня едва не сгорели даже при такой температуре вот так что здесь надо принорабливаться его сейчас звук такой вот смотрите какие они внутри сейчас покажу сзади звук это у меня вторую порцию хлебопечка замешивает потому что я сделаю в запасы не совсем когда остынут я их заморожу на они действительно пухлые пушистые вот такие воздушные вот пожалуйста и если здесь я 11 грамм дрожжей положила то новую порцию 6 может . попробовали они вкусные они не очень сладкие они приторные как раз рассчитана под сладкую начинку начинка как я говорила это яблоки в сливочном масле с сахаром тушеное кусочками порезанные кубиками и я думаю наверное можно также подготовить любые фрукты и творог ну вот и ну это лепешечка небольшая делается вручную даже без скалки кладется немного начинки защипывается узелком вот и до форма подошла вроде бы казалось она большая нет 22 сантиметра диаметром вполне себе берите но я сейчас буду печь я положу пекарскую бумагу смажу ее маслом и положу я потому что я не хочу отдирать часть вот у меня отмачивается форма я ее не хочу отдирать что хочу сказать для того чтобы быстро испечь булочки не пичкаться с расстойками и прочим с длительными вот буквально замесили тесто 20 минут она 25 постояла 20 минут она испеклось буквально ну час небольшим у вас булочки на столе вот это ему плюс вот у меня тут на столе лежит форма для печенья все собираюсь собираюсь ну вот такая вот еще не опробовала ее и тесто у меня песочные из холодильники абрикосы стоят от купили но они никакие совсем невкусные пойду я сейчас искать рецепт у себя в блоге я кажется что-то пекла с нектаринами заменю на персики вот и я опять поставлю сейчас на паузу все и когда у меня будут новые булочки готовы я информацию дополню значит что я там поменяла дрожжи сократила по почти в три раза сухие 6 грамм вместо заявленных 15 взяла ну просто у меня мерная ложечка такая что по три грамма дорожей в ней и температура еще раз я ее отлажу но каждому надо все-таки на свою духовку ориентироваться и то есть чтобы просто я могу посоветовать смотрите 15 минут прошло если вы увидите что они румяненькие и уже достаточно но это понятно что уже нужно их вынимать сахарной пудрой посыпаем это все довольно хорошо остывшие иначе у вас пудра вся начнет таять на горячем и красоты уже не получится продолжим тесто мне хлебопечка замесила благодарна ей и сейчас я кое-что вам покажу не каждый знает я говорила что у меня форма отмачивается вот я ее отмыла обсушила и сейчас я взяла кусок пергамента намочила его под краном и хорошенько отжала вот сейчас я его им поэтому его будут довольно просто и легко положить нашу форму и затем берем и может конечно останется тесто но уже не будет только мытья с ним вот тесто готово опять его столько же и в этот раз еще цедру апельсиновое добавил ну вот сейчас я бы снова прервусь и уже покажу новую выпечку вот даже по тесту видно что здесь меня цедра и в этот раз у меня крупномолотый кардамон поэтому и тесто немножко по-другому выглядит у нас уже празднуют во всем день города бац 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 и я думала что это в рульке я не ждала пока либо печка мне за месяц тесто пошла ролик досмотреть я думала что это там музыка в нем нет это уже у нас во всю гулянка идет начальная торжественная часть проходит затем какие-то музыкальные коллективы выступают приглашенные вот свои местные что-то показывают у нас тут есть и свой хор очень неплохой русской песни и танцевальный коллектив в этом плане у нас никто не отстает вот и свои выступают приглашенные стали на выступают и когда вот это все закончится уже начинается повальная пьянка потому что там как всегда стоят мангалы с шлыками и с чем только можно картошка фри начинается вонь дым от них и очень народ веселиться во все ивановской так что меня попало тут попала у меня от хлебопечки сухая сухой тесто надо вынуть и принципе это сценарий любого праздника вот я не понимаю неужели людям не хватает фантазии нашему руководству чтобы немножко как-то этот праздник изнообразить вот у меня получилось 10 штук и я хочу напоследок в этой части сказать что я взвешиваю все на весах кухонных и я без них уже никуда очень удобно все булочки все пирожки все 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 по 70 грамм 700 грамм у меня тесто получилось 10 булочек вы видели как они все поднялись и как они испеклись и сейчас я видите как положила не очень то я старалась их разложить там по кругу красивые так далее все равно они все в итоге должны подняться на всю форму заполнить ее и так это вот новая порция поднимались они у меня но примерно такое же время 25 наверное минут плюс минус там 1 2 минуты пожалуйста они не хуже поднялись дрожжей втрое меньше поэтому я просто не понимаю зачем туда класть такое количество этих дрожжей я вообще не против них то есть я их не боюсь и вопреки тому что сейчас очень много мнений ходит о том что они вредные даже вот какие-то термофильные что ли называется что они выдерживают высокие температуры выживают потом начинать нашим организме размножаться но такие глупости говорят это что-то с чем-то надо понимать что закваски это но что-то новое эти закваски еще три года скажем назад их про них никто толком ничего не знал их начали восстанавливать и слава тебе господи и возрождать а вот неси глупости чтобы людей предпочитают не обучать а просто-напросто лапшу на уши им вешать и все и но к счастью я убедилась очень много сейчас народу грамотного и то что мы видим по телевизору в интернете это вот прямо как будто бы на подбор дурак на дураке а на самом деле сколько я вот уже встречала таких мнений на ю тубе видео очень хорошие грамотные и ребята и средний возраст и пожилые люди много чего хорошего рассказывают и то что восстановили закваски слава богу но вот чтобы мы покупали продукцию на закваске и переходили на неё по начинают нас пугать дрожжами так вот я вам скажу что дрожжи и закваска это одно и то же только дрожжи это оккультуренная закваска закваска сама это дикая и конечно у дрожжи всегда один единственный аромат а вот закваски он может быть разный потому что закваски но на чем только не делали и не делают самолично я знаю но способов 15 наверное этих заквасок просто я не пользуюсь потому что мне лень и даже когда она сухая нигде не просит никакого внимания и даже спящая не просит внимание мне лень с этими заквасками возиться и все я предпочитаю дрожжи тем более что я вырос на дрожжевые выпечки у меня мать прекрасно пекла из нас всегда их было много дома выпечки на выходные чтобы на всю неделю хватило и меня это не напрягает поэтому сейчас вот мы пойдем запихнем вот эти булочки сейчас я поставлю 180 градусов посмотрим как она себя поведет поэтому я в этом рецепте и я напишу тему блоге и под видео через день-другой я добавлю ссылку на тему можно там будет ну и напишу наверное рецепт все таки чтобы народ не бегал туда-сюда кому приглянется так вот я уже напишу свое количество дрожжей и свое время и свою температуру они так как вот изначально это было вот в этом ролике ну вот может быть слышите у нас фейерверк даже ни один праздник без них не обходится вот скажите пожалуйста за что их любить когда и фейерверк и в окно вонь от сгоревшего лука и конечно шум и слава богу фейерверк сейчас начали вот сегодня в 10 обычно он где-то в 11 часов последний год или два а до этого был полночь полили долго и как-то все равно было что и маленькие дети боятся мне например дочь перепугана шумом слышите что делается вот совсем рядом у нас здесь скорее всего наверное на около храма я показывала у нас под окнами храм буквально 50 метров вот даже за что их любить эти праздники и не так они у нас между прочим и редкие осенью у нас ярмарка ежегодная летом день города я нова ночь конце июня проходит два с половиной месяца у нас новый год вот вторая портия порция булочек видите как она выглядит я только вытащила из печки вот посмотрите как нелегко будет вытащить не так не так сильно они при высокой температуре подскочили как те которые я показывала вот сейчас можно будет попробовать посмотреть как она выглядит внутри но булочки тоже очень мягкие моя рука все закрывает булочка мягкого видите как но не так не такая высокая и вот для сравнения такие булки первые и вторые очень ароматные но они получились нисколько не хуже я считаю и скорее всего такое количество дрожжей положили только ради того чтобы они быстро быстро вот поднялись вот до такой пышности но я скажем так я их не экономлю эти дрожжи не боюсь как я говорила это не целесообразно я не вижу никакого смысла три раза увеличить количество дрожжей чтобы вот было это вот так вот на вид эти нисколько не хуже выглядят посмотрите они остынут и я их тоже посыплю сахарной пудрой вот и они нисколько не хуже времени ушло на 180 градусов я проверяла 25 минут да вот и количество вот этой намазки масло сахар и яйцо ее еще осталось на еще одну такую же порцию поэтому все-таки может быть стоит взять только желток белки они прекрасно замораживаются очень очень долго они хранятся в холодильнике оставить там на меренгу допустим если кто печет или просто даже взбить и поджарить это тоже вкусно вот желток сахар немножко поменьше и сливочного масла поменьше потому что ну вы просто потом будете это смотрите дочь куда это все деть а заморозить не получится потому что там уже желток а желток если заморозить он размороженный в то состояние не превращается который будут до заморозки вот так что буду заканчивать я ролик очень большой но у меня получился уже и даже 44 минута доходит да и вот не эта пальба закнула она просто надоела ну до новых встреч и вкусных чаепитий